Друзья, всем привет! Всем привет! Мы с Кирюшей поздравляем вас с наступающим новым датом! И от всей души желаем вам исполнения желаний, крепкого здоровья и много-много новых идей для развивающих занятий с детьми. Мы с Кирюшей начинаем серию мастер-классов, посвященных новогодним поделкам. Итак, сегодня первый мастер-класс для вас. Привет! Для создания новогодней игрушки нам потребуется пенопластовый шар, булавки с шариком на конце, мы с Кирюшей взяли жемчужные, росы прозноцветных пуговиц, спица и крючок. По длине крючок должен быть больше диаметра нашего пенопластового шара. Чтобы украсить шарик, мы сделаем бантик из ленточек. Для его создания нам понадобится атласная лента двух цветов. Ножницы, ручка или карандаш, зажигалка, небольшой кусочек фетра, линейка с трафаретом кружочков, термоклеевой пистолет, пинцет или я использую вместо него корцанг и зубочистка, чтобы поправлять клей. Итак, мастер-класс! Хватит! Чтобы получившаяся новогодняя поделка приносила вам только положительные эмоции, выбирайте время для ее создания, когда у малыша хорошее настроение. Красиво, Шарик? Да! Давай мы из него делаем елочную игрушку. Давай? Давай! Давай, для начала его надо распаковать. Распаковать? Да. Можно снять с него этикетки. Затем? Чтобы его украшать. Теперь срывай. Давай, срывай с него кулактилен. В чертен? Да. В чертен. Молодец! А теперь, смотри, у нас есть с тобой много-много разных пуговочек. Да. А еще у нас есть вот такие вот булавочки. Смотри, доставай булавочку. Одну. Так, аккуратно, она остренькая. Подожди. Теперь ты берешь любую пуговку, вставляешь булавочку и тыкаешь в шарик. Чуть-чуть лучше, да. Выбирай, какая пуговка тебе больше всего нравится. Я хочу... Смотри, синий. Я не хочу вот эту пуговку. Зеленая. Я не хочу вот эту пуговку. Дайте малышу возможность самому выбрать те пуговки, которые ему нравятся, которыми он захочет украсить ваш новогодний шарик. Кто-то из детей захочет выбирать пуговки только одного цвета. Кому-то из деток понравится украшать шарик пуговками, например, только в форме звездочек или цветочков. Это творческое задание. Пусть это решение принимает сам ребенок. Вот здесь самое. Вот он нашел. Вот он нашел. Вот он нашел. Ох, ничего себе нашел. Есть. Это лето есть. Такое занятие учит малыша самостоятельно принимать решения, а также развивает мелкую моторику воображения, цветовосприятия и творческое мышление. Вот так держи, чтобы пальчик не задело. Так. Опусти шарик. О, молодец. И теперь ты кай. Куда хочешь. Так, давай. Нажимай, 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 нажимай. Ох. Молодец. Слеви еще в углу. Не хочу. Не хочу вот такую. О, давай так. Убери, булавочку. Булавочку. Убери сюда, может, такая. Сюда. Ага. И тут. Нет, это лучше. Не спеши, не спеши, не спеши, потихонечку. Молодец. Бери следующую пуговку. Тут много надо пуговиц. Не торопите малыша, дайте ему время, пусть он подумает над каждой пуговкой. Это для вас принять решение, какая пуговка здесь будет интереснее смотреться, просто. А для ребенка это целый творческий процесс. Обязательно примите участие в процессе выбора. Подскажите малышу, какие пуговки можно использовать. Помогите найти интересные варианты. Но окончательное решение должен принять малыш самостоятельно, без вашего давления. Причем имейте в виду, что фразы «я бы выбрала вот эту пуговку» или «мне кажется, что здесь вот это будет смотреться лучше» – это тоже своего рода психологическое давление. Старайтесь таких фраз избегать. Лучше всего использовать такие речевые обороты, как «смотри, здесь есть пуговки в виде цветочков и в виде звездочек. Посмотри, есть красные, синие и желтые пуговки. Обрати внимание, есть пуговки вот такие большие, смотри, красные, зеленые, желтые. А есть пуговки маленькие, такие как вот эти блестящие и так далее. Такие фразы только обратят внимание малыша на разнообразие вариантов, но ни в коем случае не помогают ему принять решение. Окончательное решение принимает малыш сам. Вот пилеть надо пальчики. Надо вот так в стороне пальчики, это будет больно. А за что? А, не знаю, спать. Вот, молодец. Вот как у нас красивые шанти помещается. Держи. 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 Какую? Тату. Давай, ты следующую пуговку уже надевай. Тату я. Нажимай пальчиком. Мы с Кирюшей выбрали большой пенопластовый шарик и украсить его пуговицами за один день, конечно, не получилось. Очень сложно малышу концентрировать внимание на одном занятии так долго. Поэтому процесс украшения шарика занял у нас несколько дней. А пока Кирюша украшает шарик пуговицами, мы с вами немного отвлечемся. И я расскажу вам, как сделать бантик из ленточек, чтобы шарик получился еще более нарядный и праздничный. Возьмем небольшой кусочек фетра и нарисуем на нем кружочек. Это будет основа для нашего бантика. На трафарете я выбрала кружочек диаметром 33 мм. Цвет фетра значения не имеет, его видно не будет. Это всего лишь основа для нашего бантика. Затем получившийся кружочек мы вырезаем. В магазинах для рукоделия продаются уже готовые фетровые кружочки. Их тоже можно использовать. Дальше мы берем две атласные ленты разных цветов. Главное, чтобы они сочетались друг с другом. Ширина ленточек 2,5 см. Также нам понадобятся ножницы и линейка. Теперь обе ленточки нужно порезать на кусочки, строго отмеряя размер. Края этих кусочков обрабатывать не нужно. В результате у нас должно получиться 8 кусочков по 7 см, 8 кусочков по 6 см и 8 кусочков по 5 см. При этом 7 и 5 см кусочки имеют одинаковый цвет, а 6 см отличаются. При этом кусочки по 7 и по 5 см мы отрезаем от одной ленточки, а кусочки 6 см от другой. Теперь из получившихся кусочков мы сворачиваем петельки нашего бантика. Для этого возьмите для начала кусочек в 7 см от латной стороной к себе, то есть блестящей стороной к себе. и сложите его примерно посередине под 90 градусов от себя, а затем опять под 90 градусов, но уже по направлению к себе. Таким образом у вас получается вот такая петелька, похожая на лепесток цветка. Соединяем края нашей ленточки так, чтобы они совпали друг с другом и с помощью пинцета или корцанга зажимаем их, чтобы они не сдвигались относительно друг друга. Теперь краешки можно соединить, запаяв их с помощью огня. Я для этого использую зажигалку. У нас получается вот такая петелька будущего бантика. Таким образом мы складываем все кусочки ленточки. Еще раз покажу, как это делается на примере отрезков 6 см. Мы берем ленточку атласной блестящей стороной к себе, складываем ее под углом 90 градусов от себя, затем опять под углом 90 градусов, но уже к себе. У нас получается вот такая петелька. Края этой петельки мы соединяем, чтобы они совпадали друг с другом и зажимаем в пинцете или корцанге, после чего спаиваем с помощью огня. У нас получается вот такой уголок. Таким же образом мы складываем самые маленькие отрезки ленточки в 5 см. Еще раз. Блестящей атласной стороной берем в себе, складываем ленточку под углом 90 градусов от себя и еще раз под 90 градусов к себе. У нас получается вот такая петелька уголочком. Соединяем краешки, зажимаем их в пинцете лицами, или корцанге и спаиваем с помощью огня. Но в отличие от предыдущих кусочков ленточки по 6 и по 7 см, здесь мы делаем дополнительную одну складочку. Самое главное следите, чтобы складки на всех петельках были направлены в одну сторону. Тогда в результате ваш бантик получится более аккуратным. эту складочку мы также фиксируем с помощью нагрева. Самое главное здесь не перегреть, чтобы ленточка сильно не расплавилась. В результате у нас получилось 8 светлых больших петелек, 8 темных средних петелек и 8 маленьких светлых петелек с дополнительной складкой. Еще раз обращаю ваше внимание, что у маленьких лепесточков у всех складка направлена в одну сторону. Теперь из получившихся заготовок нужно собрать бантик. Для этого мы возьмем получившийся у нас кружочек из фетра и петельки. Дальше с помощью термоклеевого пистолета начинаем приклеивать петельки. Сначала приклеиваем большие. Петельки приклеиваем по самому краю кружочка из фетра. Приклеиваем последовательно, чтобы край следующей петельки перекрывал край предыдущий. Так получившийся бантик будет аккуратнее. Так как мы сделали с вами 8 лепестков, следите, чтобы прикреплять их ровно. Чтобы два лепестка были напротив друг друга. Соответственно вертикально, горизонтально и по диагонали. Когда вы прикрепляете последний в этом кругу лепесток, обратите внимание, что его краешек нужно заправить под тот лепесток, который вы прикрепляли первым. Так у вас все лепестки будут прикреплены одинаково. Вот таким образом. Следующим рядом нужно приклеить петельки, которые были сделаны из ленточки другого цвета. То есть те, которые мы складывали из кусочка ленточки по 6 см. В нашем случае это коричневые лепестки. Следующий ряд петелек мы начинаем крепить ближе к серединке фетрового кружочка, чем предыдущий. При приклеивании лепестков следующего ряда, обратите внимание, мы их располагаем таким образом, чтобы они получались между двумя лепестками предыдущего ряда. То есть у нас между двумя светлыми получается темный лепесток. Лепестки приклеиваем также последовательно, чтобы каждый следующий заходил немножко на предыдущий. Обратите внимание, каждый раз один темный между двумя светлыми, один темный между двумя светлыми и так далее. В итоге у нас получается вот такой бантик. И остались у нас только самые маленькие лепестки. Их мы прикрепляем по такому же принципу. Только теперь наоборот, между двух темных я буду прикреплять один светлый. Маленькие лепестки также клеим чуть-чуть ближе к центру фетрового кружочка, чем предыдущий ряд. Вот такой бантик у нас получился. Он даже больше похож не на бантик, а на цветочек. Если вы используете этот бантик для каких-то других поделок, то в серединку можно приклеить пуговку или бусинку. Но мы этого делать не будем, так как этот бантик понадобится нам для украшения шарика. А пока мы с вами делали бантик, Кирюша практически закончил украшать шар пуговицами. Теперь осталось только сделать петельку, чтобы оповесить шарик на елку. Ну и конечно украсить его получившимся бантиком. Пуговка в виде звездочки. Давай сюда еще одна войдет. Вот две лепестки. Одна сюда войдет, две не войдут. Давай. Клади. Вот молодец. Булавочкой. Булавочкой, да. Все. Все. Собирай пуговки. Собирай пуговки. Чтобы сделать крепление для шарика, его нужно проткнуть насквозь. Мы с Кирюшей для этого используем тонкую спицу. Пенопластовый шарик очень мягкий и спица через него проходит достаточно легко. Собирай пуговки. Давай, 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 давай. Вместе. Оп. Так. Теперь я поднимаю, а ты Даней. Даней. Внутрь. Давай, 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 давай. Не получается? Стой. Там, наверное, она упелась. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Но это сломается. Все, сгибается. Стой. Но это сломается. О, смотри, видишь, вышло. Давай. О, да. Сейчас выпрямим. Вот так. Так. Стой. Теперь тяни на себя. Тяни, тяни, вытаскивай. Давай, давай, давай. Тяни, 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 тяни. Мы с Кирюшей решили повесить шарик на ленточку того же цвета, что и наш бантик. Только тоненькую. Да. Подожди, давай в нем дырочку вырежем, чтобы у нас... Ну, почему не надо ленточку вырежать? Ну, а как через него ленточка иначе пролезет? Теперь смотри. Доставай крючочек. Чтобы из ленточки сделать петельку и повесить шарик на елку, ее нужно протянуть через получившееся в шарике отверстие. Мы для этого использовали крючок для вязания диаметром такой же, как и спицы, которой мы делали отверстие. Теперь берем ленточку. Это крючочек. Это крючочек. Это крючочек. Тут два крючочка. Тут нет крючочек. Это же не циферка. Оп. Смотри. Дальше с помощью крючка ленточку продеваем через шарик насквозь. Теперь нам нужно вот здесь вытащить ее. Подожди, подожди. 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 Стой. Надо, чтобы ленточка ушла. Не стесни. Оп. Получилось. Смотри. Так. Выбирай, какую пуговку сюда привяжем. В качестве стопора для ленты сверху и снизу мы используем две большие пуговицы с четырьмя отверстиями. Через две дырочки по диагонали будет проходить ленточка, а две другие будут использоваться для прикрепления пуговицы к самому шарику с помощью булавок. Если какие-то пуговицы получились прикрепленными рядом с отверстием в шарике, их можно убрать, так как под бантиком их видно не будет. Может мы еще какую-нибудь побольше возьмем? Нет. Нет. Эту. Да. Да. Такую пуговицу. Обратите внимание, у вас получается такой небольшой сэндвич. Сверху большая пуговица, через две разные дырочки которой продета ленточка. Сверху она образует петельку. Дальше обе эти ленточки уходят в бантик, проходят насквозь через шарик и дальше расходятся в разные дырочки большой пуговицы. Будешь задувать. Готовься. Дуй. Дуй, дуй, дуй. Сильно. Молодец. Сейчас еще раз будешь задувать. Давай, дуй. Молодец. Не забудьте обработать края ленточки с помощью зажигалки, иначе в процессе протягивания их через шарик они разлохматятся. Теперь снизу мы завязываем узелок, чтобы ленточка не убежала и шарик не упал. Хвостики можно аккуратненько отрезать и обработать с помощью зажигалки. Буду стартасся в в tired bit. Будучи стартасся в в Tri. Вытягиваем за эту ленточку. Тяни, тяни, тяни. Стоп. Вот так возьми. Одна будет тянуться, другая нет. А сверху бантик мы просто опускаем на шарик и сверху прижимаем пуговицей. Чтобы пуговица удерживалась на месте, ее нужно прикрепить с помощью двух булавок. Нам еще понадобятся две булавочки. Давай последние булавочки сам сделаем. Одна вот так. Нажимай. Нажимай, нажимай, нажимай внутрь. Давай, 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 давай. Нажимай до конца, чтобы пришпилить наш бантик к нашему шарику. Так. И вторая, последняя. Держи последнюю булавочку. Вот здесь одна дырочка, видишь, в куговке? Втыкай. Втыкай, втыкай, втыкай до конца. Ничего себе. Держи. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, помогу тебе чуть-чуть. Давай, дальше ты. Давай, давай, давай вместе. Давай, 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 давай. О, идет, 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 идет. Дай, давай еще. О, получилось? Да. Смотри, какой у нас получился с тобой. У нас валитик. У нас валитик. Красота? Да. Вот такой цветной яркий шарик у нас получился. Обратите внимание, снизу ленточки завязаны узелочком, и получается небольшой хвостик. А сверху прикреплен бантик, из которого выходит петелька, за которую мы повесим наш шарик на елку. Нравится? Да. Отпусти. Отпусти. Выше стола подними, чтобы видно было. Вот такой новогодний шарик яркий у нас получился. Как солнце. Как солнце? Да. Давай себе похлопаем. Молодцы. С Новым. Да-да! Ура! На этом мы завершаем сегодняшний наш мастер-класс. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. А мы желаем вам в Новом году, чтобы у вас было много времени для занятия с вашими детьми. Будьте здоровы, всем приятных занятий и до новых встреч. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!